Возможно, только фэнов кормят клюквой, но даже в игровом мире есть такие люди, которым тебя чем-то сочувствуешь, да, вот. Например, как и Эдвини Мойры, да, сочувствуешь, да, которая сама на себя, вернее, её муженёк на себя навёл пар проклятия, да, чисто конкретное такое. Вот. Принёс ли древний артефакт, да? Бешеные силы, да, вот принёс он его, и потом иссыхал, да, сам болел, стал зомбичкой, его грохнули, конечно, то, что он стал зомбичкой, нельзя зомбичкой становиться. А она грустила там, пила, бухала, да, всем всё раздавала, все вещи, да, вот. И вот опять, да, я не знаю, жива она тут по сюжету или нет. Но грустно, конечно, памятник, если стоит, допустим, да, я не могу привезти, что там написано, нифига, потому что не понимаю, да, что там написано внизу. Может, тут что-то понимает, но я нет. Вот. Поскольку ей поставлен памятник теперь, допустим, она нифига не живая, вот. Можно вот так вот предположить, что она нифига не живая, она скопытилась всё-таки, эта дама. Вот. Но своё богатство всё-таки, получается, мы оставили эти 500 монет, жалкие, что у неё было богатство. И она основала вот эту вот психиатрическую учебницу, эти уровень про психиатрическую учебницу, это модно, да. В третьей части был про приют уровень, да, вот такой, где зомбички на себя вырезали, там, чёрное, что происходило. А тут я уже не помню, но тут тоже есть типа того, да. Но это не её особняк, это точно. Это другое здание. Её особняк Мойрон был другим. Значит, она не отдала свой дом, а просто вложилась в приют. В постройку приюта. Вот. Тащим-то, что заходить туда мы? Будем, не будем. Ну, давайте пойдём. К сожалению, звук я оставил там. Ой, ворота сейчас закроются, да, за нами? Видно, где я... Ну, и что там? О, ключи. Ой, глаз мелькает, мелькает, да? О, ужас какой. Обосраться просто, да, не шить. И дверь открылась. Офигеть, не встань. О-о-о-о. В общем, да, такой популярный приём, да. Популярный приём такой. Достаточно такой популярный подобных игр, да. Типа там раз, смотришь, и там какая-нибудь хрень начинается, да. Достаточно популярный, да. Что-то такое было даже в третьей части, раз там смотришь, и офигеваешь. Типа подходишь там к воротам, а тебе говорят, нет, ты там уходи, долбоёб. Вот. Так что, я-то ничего нового придумать не мог, как я уже говорил. Всё одно и то же повторяют. Как и я тут одно и то же повторяю, ухожу тут. Не видно ни хера. Зато помех сколько, смотрите, видите, сколько камера помех делает. Офигеть, помех просто мегабайт 500. То есть, да, вот видео, оно мало места займёт. Та, с чем-то, есть помехи у страницы на мегабайт 200. Видите, а тут уже на гигабайт нас записано вот этих помех, что в окна, вот, присмотритесь, видите. Не знаю, почему камера так на монитор реагирует. Возможно, монитор плохой, возможно, камера не очень, да. Пусть это пиздец, конечно, сейчас монстрыки полезут, да, какие-то там, которым попадаться нельзя. Там звуки страшные, да, будет вот это вот. Всякая хрель-херота, да. Где ручка-то? Нет, ручки, нифига. Обходи, да? А, нет, не обходи. Сейчас всё попрёт, да. Чуть-то голова покатилась, вообще, офигеть. Ладно, пофигу идём. Конечно, всё закрыто, да, надо искать, как открыть. О, кровище там, вот. Какого-то в Сайлент-Хилл играем, а не игру про жулика-вора, который всё обкрадывает, да, опять. Но без мистики это было бы не то, конечно. Вот. Не люблю вот этих голливудских дизайнеров, да, стул прям кинуть, посреди там. Катал, кинуть стул, кинуть посреди коридора. Голливудская вот эта херату я не выношу в последнее время. Это ебатория, да, какая-то. Голливудская ебатория. Вот. Вот, видите, вообще. В последнее время к этому плохо отношусь, раньше я отпугал, да? Но это не было так выражено, это голливудская ебатория раньше. А сейчас она вообще пиздец, на каждом шагу это. Голливудская ебатория, нет ни хера. Нет ни хера. И тут отрубленная голова, да? Опа. Не, просто чернильница. Не знаю, вот, в общем. Ну, нахер так жить. Ой, хоть в окно можно посмотреть. Вот, что там. Вот даже намеки на, это сам, на сиротский приют из третьей части. Всё в решёточках такое, всё в том же дизайне сделано. Я тоже ОБСом не пишу. ОБС как-то со звуком что-то плохо стало с камерой. Что с камерой, что этот микрофон всё равно ховно. Что через Realtek микрофон подключаешь, что через CM-108 подключаешь, что веб-камеру использую, всё равно звук говно какой-то в компьютере, да? На записи идёт звук говно, да? А в телефоне было, в общем-то, ничего. Потом можно нормализировать как-то, да? И шум понавляет он нормально. А в компьютере я нифига настроить не могу вообще. ОБС, это нахер она нужна, вон Вилли Семёнов пишет вот так. Ну, пророк стан мой тоже, так же пишет без всякого ОБС, без вашего. И я буду монитор, экранку делать, да, на телефон. Всё равно просмотров нет нифига, да? Только Озона ждёте, когда вам Озона нарежут. А вот мне надо ждать, когда Озона нарежут. Может, нарежут Озона, а может, не нарежут. Ну-ка. Ну-ка, это написано кровью. Вот, если бы это был Silent Hill, тут бы было сказано, это написано кровью. Так, они тут пациенток по номерам записывают, как, то есть, в концлагере. То есть, надо список этих брать, да? Всех пациентов, где их имена написаны, под каким номером искать. То есть, они вообще не планируют никого отпускать, да, под номером. То есть, в концлагере только это сам был морг. Они планируют отпускать всех пациентов и фиг с ними, да? Она говорит, что они дебилы, полнейшие, как советская психиатрия делала. То есть, любое расстройство они называют шизофренией. Вот Снежневский профессор говорил, что любое расстройство – это шизофрения. Значит, надо лечить, да, максимально радикально, да? То есть, человек с лёгкой деспрессией приходит, а его от шизофрении лечить, да, серьёзно, там, голоперидолом прокалывать. Вот, Снежневский, да? Вот, и до сих пор советский психиатр, если к нему вы к нему попадёте, даже российский. Они школой Снежневского пользуются, и вы будете виноваты в шизофрении. Если хоть попадёте, хоть с депрессией туда придёте, хоть чем, не знаю, хоть пьяный, хоть сраный. Если не алкоголизм, не наркомания, это значит, что у вас шизофрения, и однозначно у вас надо лечить голоперидолом, сейчас респурептом, ещё чем-то таким. Вот, не попадайтесь, так что психиатрам, подальше от них держитесь, психиатров от наркологов. Ну, если надо, сами разбирайтесь просто, как вам лечиться надо. И сами себя лечите без всего, да, то есть, без... Лучше, если у вас жёстко не глючит, вообще, там, медитацией занимайтесь, не психиатрию читайте, а медитацией занимайтесь, психиатрию читайте только, чтобы понимать, что с вами вообще происходит, и к чему это грозит, чтобы пойти всё-таки в карательный, это самый, в карательный, это самый психиатрический орган вашего района. Для, наверное, разбор, чтобы вас там на органы разобрали, и всё, вот. Пуш, всем у вас, всем пофиг там на вас будет, в карательном, психиатрическом органе вашего района, да, расчленят, и всё на части, да, то есть, чуть больше лекарств колят, и вы мертвые. Вот, чуть-чуть, чем-то, чуть-чуть, там, на 500 миллиграмм, там, не миллиграмм, да, не миллилитров, да, то есть, колоть чуть-чуть больше, да, просто шприц, она не на треть наполнится, а полный, да, и всё, и не такая шумера, от чего, непонятно. Вот и всё, карательная такая вот у нас психиатрия. Ну, это и понятно, вы много где можете видеть, там, что происходит, вообще пофиг, то есть, есть человек дурак, его может, то есть, он пиво пьёт, его может забирать за это, что он пиво пьёт, и на психушку, и даже не штраф ему, как в милиции, там, выписали бы, а в психушку, и на принудительное лечение на многие месяцы. Вот, вот такие вот невесёлые дела. Тащим-то goodnice, там, держитесь, денег нет.